Надеюсь, что сегодня ветер продует и мы сможем позагорать и покупать. Погодка, конечно, так. Конец июля. Мало кто купается. Время сейчас, кстати, 8 утра. Это Мрамотное море. 250 километров от Стамбулом. Это по-турецки компост. Это, по сути, наш компот. Из персиков сделаны. Извините, они его кушают. Как это назвать? Короче, из пиалки ложкой. На самом деле, это наш компот. Видите, персики там плавают. Он сладкий, обычный компот. По-турецки это называется компостом. Я не люблю компостом. Да, я тоже не люблю компостом. Да, я тоже не люблю компостом. И любим компотик, да? Я любим компотик. Да, придам. А вот это джиджек. Это семизоту, трава такая. Ну, как бы с йогуртом. Говорим уже шалган. Это шалган. Это тоже, как бы, кислый такой продукт. Из свеклы. Короче говоря, как бы, не знаю, даже назвать это. Вот и не надо, да? Не открывай тогда раз фубе. Ну, кстати, обычный турецкий, да, это рис с курицей жареной. А я тоже курицу, ее в нос, по овощам. Не любишь компот, да, такой? Нет. А сладенький наш любишь в компоте, да? Да. Окей. Я вам покажу дома, как-нибудь сниму. Я нашла сок. Компот нектарин иностранный из... А, кстати, вон море. Вот, вон, вид хороший. И, короче говоря, этот нектар из не Германии, а этой... Ой, слово забыла. Австрии. Австрийский. Австрийский нектар. И там малина и черная смородина из вкус. Если они в магазине будут, это маркет возле просто нашего дома. Я еще куплю и вам покажу. Это прям настоящий компот без добавления ни одной ешки, нет идеальной просто состав. Но в Турции, кстати, сейчас частенько в маркетах таких маленьких магазинчиков можно найти иностранные какие-то продукты интересные. Турецкие продукты, тех, которые в супермаркетах, которые здесь нигде нет. Вот, имеете в виду, я вам покажу. Это городской пляж. Ну, а в надежный лежак. Не знаю, как столько же, чтобы у этих дядей можно спросить. Вот только турки поездов нет. Но это маленький город Шарьёй. Он и туристический. Здесь обычно все только со Стамбула. Вы видите, никого практически нет. В сезон здесь просто нигде упасть. Все здесь занято. Многие боятся и не едут реально. Настоящая она, знаете, как она по скипляжу с кукурузой. А вообще, чем популярно это место в Ташарьёй? Почему есть так? Почему ездят здесь туристы? Потому что здесь отходит в Грецию фарон. Можно в экскурсию брать на день, два, в Грецию плавать. Здесь это мидия, обжаренная в кляре. И подаются с чесночным соусом во многих ресторанах морских. Прикол в том, что здесь это мидия, это выловленное. Вы здесь из моря. Прямо через дорогу море находится с этой кафешкой. Ну, тут, конечно, такой, видите, сервис. Так себе. Ну, грязненько. Такое, провинциально. Папа дал ребенку чесночный соус попробовать. Присавчик вообще. Скажите, у вас так же? Ешь. Додумывается папа. И ржет сидит. Вот весело. Вот кафе. А вот именно кукурич. Кукурич – это бараньи петрохатом, пережаренное мясо с хлебом. Но это отдельная история. И это не очень общая. Вот у нас тут, собственно, сейчас покажу. Не покупаться. Но я, слава богу, сообразила, почему-то я предвидела эту ситуацию и взяла с собой этот детский маленький, маленький надувной, как это назвать, бассейн. Ну, это такое, знаете, это вообще надувная ванна. Вот, кстати, кто беременный будет рожать, я вам советую не покупать ванночку пластмассовую. Хотя она тоже недорогая. Но это вроде бы даже еще дешевле раза в два. Я не помню. Короче, вот эта штука – это как бы ванночка. Есть они еще другой формы, не квадратные, вытянутые. Для ванны прям удобно ставить. Для маленьких лялек купать. Очень удобно. Сдул ее и, короче, убрал куда-то. А большая ванна пластиковая, вот ребенка купать, у меня была проблема. Куда ее девать? Как бы хранение. Ну, у меня не было проблемы, окей. У меня была свободна еще одна ванна, где ее ставила. А вообще, как в маленькой квартире, например, когда места нет, вот это очень удобный вариант. И вот я, короче, взяла вот эту фитмить плескаться. Вот туда наливаем воду с моря. Это вчерашняя вода еще. Потому что сейчас еще только 7.30 утра. Вот. И, короче говоря, ребенок у меня там купается. Ну, так, купается. Вот сид, плескается, играет. Ей хватает, честно говоря. Море очень боится, потому что там волны, камни и все такое. Вот перед вами так цветут гранаты. Вот это гранатовое дерево. Сейчас вам покажу. Это гранатовое дерево. Вот из вот этого зарождаются маленькие... Сейчас покажу. Вот гранаты. Цветочки, видите? Они потом закрываются. И вот начинают гранаты маленькие поспевать. Вот тут еще их. Вот тут еще их видно. Можно чуть-чуть потише? Я видео снимаю, хорошо? А там только тебя и слышно. Ай, муравей побежал. Муравей, кстати, здесь очень опасные. Они кусают очень сильно. Вот. Вот эти семечки закрываются вовнутрь. И в них потом вот эти косточки граната будут. Вот. Вот этот уже закрылся. У тебя нету еще гранатов? У тебя нету еще гранатов? Ну, поспеют будут. Подожди. Пару месяцев еще и нарастут к осени. У нас много кто-то спортом занимается. Бегать, кстати, по камням вот этим очень тяжело. Я иногда бегаю здесь по вот этой линии. Ну, короче, в этот раз у меня очень много зимних из-за ветерки. По-другому никак в шторму захватить. Короче говоря, очень тяжело бегать по камням. Ногам прям больно. Короче, я особо не могу бегать. Что вам еще показать? Вот мы особо не ездим на дачу. И вот карантин и все такое. Поэтому газон не косили. Мусор всякий, типа, от листиков не собирали. И так как мы приехали на несколько дней, мы этого делать и не стали. Здесь заниматься, честно говоря, нам не хочется. Сейчас вам покажу. Грядки, как видите, мы не садим, но можно, в принципе. Но это перекопать, это будет некрасиво. Нужды такой нет у нас и в овощах, и в чем-то там. Поэтому мы этим не занимаемся. Вот еще что. Посадки пальмочка. Пальма, кстати, ей уже три года. Вот у соседей территория за стеной уже. У них там много всяких деревьев. У них вишни растет. Мне вот что нравится, что здесь воткнул палку, блин, она проросла, честное слово. Очень легко в этом плане. Особо ухаживать не нужно. Именно вот здесь почва такая. А есть места. Ну, они, кстати, видите, все тоже зарощие. Они в этом сезоне вообще еще не приезжали соседей. Каспи, да он там бегает, не бойся. Вот. Даже в этом году хочу сказать, у нас тут есть птичка одна живет. И это... Она даже не прилетела ни чирикой здесь, ни песни не поет. Хотя всегда она была. Большой есть. Вот уже какой народ. Гранат. Огромный. Немножко тут паутины, конечно. И вот еще один. Большой тоже уже. Ну, что, солнышко начало хорошо припекать. Было очень холодно в этом году. У нас даже персики не поспели. Представляете? А, точнее, абрикоски. Всего лишь мы сорвали. У нас огород еще просто есть. Большая территория. Это наследство моей свекрови есть. Как назвать? Ну, огородом можно... Короче, брошенный участок нашей бабушки. Бабушки мужа. Ее уже, кстати, 96-й год. Представляете? И она вот... У нас там всякие деревья растут в посадке. Вот еще один есть большой. И, короче говоря, там ничего не поспело. Только оливки наросли в этом году. Было очень холодно. И очень... Ну, ничего, короче, не зрело, не спело. И ничего не наросло. Я уже до этого видео рассказывала. Вон там корабли. Здесь эти корабли стоят. Это грузы везут из Китая. Ваши карго-посылки. С Алиэкспресса. Это вот путь из Китая в Европу. Вот они вот уплывают. Плывают по мраморному морю. Вот туда уплывают. В Грецию, в Европу пошли. Здесь также у них отстойник у этих кораблей. Они выжидают всяких визы, границ. Вот эти пересечения. Документов разрешительных. Они вот здесь, вот возле шарфей, отстойник у них есть. Там сейчас не видно. Вот там чуть-чуть виднеется. Вот там. Вот-вот-вот. Это острова. Они жилые. Там тоже дачи есть. Да, паром уходит плавать. Вот. Что еще? Песок пришел. В этом году к нам поближе. Тут вот камней где-то метров 5-10. А там вообще вот коса идет мелкая. Там по колено вообще. Представляете? Тут проплываешь, тут по шейку метров, ну, 20. Но в этом году очень много было. Неплохая погода, холодно. Очень много ветра, волны. Вот дно переместилось вот сюда, к берегу ближе. Песка больше пришло. Мельче стало. Короче, нам надуло все это с моря сюда. Здесь ночью еще можно увидеть дрейсуют такие лодочки маленькие. На них огоньки горят. Это в огоньках ловят кальмаров на огонек. Ну, и здесь, кстати, ну, кальмаров, вот, у тебя тут популярны. Здесь в основном меде. Потому что, видите, ко мне много меде прикрепляются ко мне, к кирсам, к мостам. Я вам показывала это видео. Там вот эти пирсы. Там пацаны умеряют, их отколухывают и продают тут же в ресторанах. Ну, или сами там кто-то дернет. Тут сетку опускают, и нигде там сетки живут, а потом добавляют. Вот стоимость туров. Можете остановить, почитать. Это отсюда отплывает с города Шаркей. Город Шаркей. На улочке есть. Вот пацаны. Очень мало людей. В сезон тут просто раз в пять людей больше. Стой руку, куда ты от мамы убегаешь. У вас такая же проблема? Ребенок просто сломя голову всегда несется куда-то. А здесь вот прямо, видите, машины ездят. Ухода в парк всегда такая замануха всякими чипсами, сладостями, мороженым. Три лиры мороженое. Это в Рожке в таком 30 рублей. Кстати, цены на продукты в Турции в Вике развлекаловки дешевле, чем в России. Вот он парк. Мы пришли. Слава Господи. Дошли до этого парка. Не убегай от меня. Развлечения туристические. Стакани кукуруза. Лапша какая-то. Видишь, все. И парк. И семечки всякие. Это, кстати, бесплатный городской облачный парк у нас здесь. Все, можешь идти играть куда хочешь. Мы дошли. На этой ноте хочется на закате с вами попрощаться. Спасибо за внимание. Ставьте лайки под видео, если вам оно понравилось. Скоро увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!